Человек может без устали любоваться тем, что действительно прекрасно. Как течет вода, как горит огонь и как играет духовой оркестр. А если музыканты служат не только музе, но и военному делу, устоять, не влюбиться невозможно. Армейская выправка, парадный костюм. Артистизм, данный от природы, все это завораживает. Сегодня нам удалось побывать не просто благодарными зрителями, а познакомиться с оркестрантами, заглянуть, как говорится, за кулисы. Оркестр Сыктывкарского гарнизона скоро отметит полувековой юбилей. В былые времена горожане видели их намного чаще, чем сейчас. Не только на городских праздниках, но и на концертах, филармонии и музыкальном театре. Устраивали они и дефиле, или плацконцерты. То есть оркестр двигался под собственную музыку и даже пел. Все это, хотя и реже, можно увидеть и сейчас. Трудно себе представить, что музыканты-виртуозы большую часть времени проводят вовсе не на репетициях, а на самой настоящей военной службе. Сдают нормативы по физкультуре, встают по тревоге, ездят на стрельбище. Смирно! Олег! Ох! Идем! Марш! После пробежки в бронежилетах весом 10 кг снова репетиция. Выступлений, связанных с воинскими ритуалами, не так уж и мало. Например, сегодня они готовятся к митингу, посвященному годовщине вывода советских войск из Афганистана. У непосвященных возникает вопрос. Военные музыканты они кто? Настоящие военные или переодетые в форму музыканты? Оказалось, что у каждого есть свой вариант ответа. Это зависит от того, как человек сам себя понимает. Вы знаете, скорее всего, 50 на 50. Стараемся уделять внимание и музыке, и службе в внутренних войсках, непосредственно военной специфике. Я сейчас и военный, и музыкант, и больше военный. Больше военный? Конечно. Она же отложилась внутри очень большим слоем, и от этого никуда не деться она. В первую очередь мы военные, а потом только музыканты. Больше, наверное, музыкантам, конечно. Это в зависимости от ситуации. Когда нужно воевать, мы воюем. Когда нужно играть, соответственно. Музыканты. 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 В данном случае мы творчески подходим к выполнению тех обязанностей служебных, которые нам предписаны. Это обеспечение воинских ритуалов и все, что с этим связано. А наше творчество выражается в том, что мы это делаем качественно, с огоньком и искоркой в глазах. Музыканты. Организатором духового оркестра в 1964 году в нашем гарнизоне был Юрий Тутынин. Юрий Константинович возглавлял его 9 лет, потом уехал в Москву и работал в образцовом военном оркестре. Затем руководителем стал Станислав Залевский. Он до сих пор продолжает служить музыке. Третий дирижер, Иван Нестеров, проработав дирижером более 10 лет, уехал на родину, в деревню Анып, Усть-Куломского района, где увлеченно занимается сельским хозяйством. Его сменил Сергей Монастырский. Военный дирижер – одна из самых редких специальностей. Профессионалов готовит единственный вуз. Факультет военных дирижеров не имеет аналогов в мире. Каждый дирижер пишет инструментовки, подводит мелодии под возможности своего оркестра. И он также обязан знать свойства всех инструментов. Но в отличие от других служителей искусства, военные музыканты не имеют права на капризы. Па-па-па-па-па-ра-па-па-па-па-па-ра-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Потом вот эти три ноты последние, дуб, си-бемоль по музыке, си-си-си. Они должны быть одинаковые у всех. Пам-па-па. Оркестр – живой организм. Он меняется. Кто-то служит долго, уходит на пенсию. Кто-то год-два до окончания контракта. Задача дирижера – подобрать нужного музыканта в нужное время. Музыканта хорошего найти – это достаточно сложно. И не только в Стывкаре, и в других больших городах. И, конечно, подбираешь человека, чтобы он был и играл хорошо, как музыкант, и чтобы он был внутренне готов к вот этим армейским сложностям, которые у нас есть. Потому что не каждый может, если взять хороший музыкант, совсем не обязательно, что он будет готов к военной службе. И мы, конечно, штучно подбираем наш коллектив, чтобы у нас и как музыканты соответствовали, и чтобы, как военнослужащие, чтобы все было как положено. Между дирижером и музыкантами есть посредник – старшина. 14 лет эти обязанности выполняет Леонид Краснокутский. Вначале проходил службу в должности музыканта. Тогда руководил нашим оркестром Несеров Иван Васильевич. И через определенное время он мне предложил стать старшиной военного оркестра. Были определенные моменты раздумий, потому что эта должность непростая. Она требует не только владения музыкальным инструментом, но и умения руководить людьми. Каждому человеку нужно подойти индивидуально, найти подход. Оркестр Сыктывкарского гарнизона – это сплав юности и опыта. Одни уже вышли на пенсию и продолжают играть, кто-то – только на взлете. Александр Холопов уже три года в отставке, но расстаться с музыкой не в силах. Брат старший привел в клуб сельский. Там у нас оркестр был духовой. Мне дали трехугольник. Для начала я маленький был. И вот с этого моя, видимо, жизнь музыкантская пошла. И вот по сей день я все так работаю. Алексей Попов в оркестре с 93-го года. По призыву служил в концертной роте, с которой объехал всю Россию. Пришел сюда помощником солиста, трубачом. А сейчас уже, помимо, как сказать, за годы нажитого опыта, я и пою, и звукорежиссер, и на гитаре играю. И все, очень много совмещаем всего. Служить России, суждено тебе и мне, служить России в удивительной стране, где солнце мое встает на небе и сине. Плечом к плечу идут российские войска. И пусть военная дорога не летит. Мы будем служить России. Согласитесь, далеко не каждый нынешний эстрадный певец может похвастаться таким роскошным голосом. Есть среди оркестрантов и совсем юный призывник. Он прибыл после первого курса Владимирского музучилища и нашел свое место среди маститых музыкантов. В обычных родах там изучают всякие, из чего устроен автомат, например. А в оркестре изучаем всякие новые произведения, готовимся к выступлениям, ездим на митинги в город и просто на выступления во всякие населенные комнаты. Стрелять-то не научитесь? Нет, и оркестр тоже участвует в этом. Где-то буквально, может, недели-две назад мы ездили на стрельбы всем оркестром. И довольно-таки неплохо отстрелялись. На общую оценку хорошо, но большинство отстрелялось на отлично. Так что поддерживаем боевую готовность оркестра. Жизнь военных музыкантов хоть и непроста, но кажется немножко интереснее, чем просто у военных. Есть у них и успех, и признание, но без курьезов не обойтись. Нас пригласили на празднование в поселок Жешерт, что как-то была интересная дата у них. И, значит, там был расписан распорядок выступлений. Либо они там что-то напутали со временем, либо с местом, где надо было выступать. В общем, мы явились с оркестром на этот участок. Это был некий пустырь, как сейчас помню. Но мы никого не увидели. Но команда есть команда, нужно ее выполнять. Мы приступили, значит, к исполнению произведений. В итоге на звук пришли две козы и собака. Что делать, надо работать. В общем, мы работали, они внимательно слушали. Нужно отдать должное, значит, с очень умным видом. И вот комедийность-то вся, эта ситуация в этом и состоит, что, значит, внимательно прослушали. И с последними аккордами они, значит, важно удалились. Ну, мы свернули инструменты тоже, значит, так вот поработали. Такая была публика у нас, всякий бывает момент. В военном оркестре должно быть что-то или кто-то, кто радует глаз самих музыкантов. Мужской коллектив разбавили две женщины, Даша и Ирина. Флитистка Дарья Чикина здесь совсем недавно, после училища. А Ирина – опытный музыкант. Ну, мне несколько проще. Я здесь служу вместе со своим мужем, поэтому вот. У меня хорошая поддержка, хороший тыл, скажем так. А два военных в семье, это укрепляет семью или? Ну, пожалуй, дома-то мы больше как музыканты, вот. А на службе мы военные. Я думаю, что это не просто укрепляет, это поддержка действительно с двух сторон. Это здорово. Служивые люди не выбирают место работы. Куда направят, там и остаются. Наши оркестранты съехались из разных городов, но специально для сыктывкарской публики выучили песню на коме-языке. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Чтобы произношение было соответствующим, с каждым занимался их коллега Алексей Ударатин, наш коренной житель. Была поставлена задача военным дирижерам научить личный состав оркестра коме-языку, именно исполнение коме-песни. Для этого мне пришлось коме-слова написать русскими буквами, и вот с кем-то отдельно, или группами, ну вот изучали вот этот материал. И довольно-таки вроде бы неплохо получилось. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Сегодня в филармонии военно-духовой оркестр репетирует выступления ко Дню Защитников Отечества. Это прекрасная возможность посмотреть на настоящих защитников и талантливых музыкантов. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ РОССИИ 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 РОССИИ